Городской прокурор Александр Драняев собрал представителей администрации, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компанией и активных жителей. Тема злободневная. Холод в квартирах, перебои в работе котельных, невывоз мусора. Минувшие праздничные выходные только обострили ситуацию. Среди причин недостаточно оперативное реагирование на проблемы, из-за чего Александр Драняев призвал всех участников совещания выстроить между собой взаимодействие с нуля. Тем более ситуация с отоплением сейчас находится на личном контроле прокурора Московской области. Прокурор области, выражая вербально свое недоверие к информации, которую нам шлют управляющие компании, ресурсоснабжающие, администрации, и в итоге недоверие к информации, которая получается прокуратурой области, потребовало от прокуроров лично, либо с участием их заместителей, в случае малейших сомнений в объективности информации, выезжать на места аварий, смотреть, а вообще работает там кто-то, а соответствуют ли победные реляции о ликвидации аварии, каким бы то ни было объективным данным. Напомню, что авария устранена не тогда, когда управляющая компания отчиталась, что тепло появилось в подвале, а тогда, когда батареи граждан в квартирах соответствуют нормативной температуре. Глава округа Дмитрий Акулов заявил, что уже принято решение о реорганизации работы единых диспетчерских служб, в том числе на территории поселений, например, в Пересвете, где на днях случилась авария на сетях водоснабжения, для устранения которой главе пришлось лично выезжать на место. Вчерашний пример в городе Пересвет показал о некой халатности и службы, и руководителя, которые там находились. Я лично выезжал, Денис Александрович был, специалисты были. Сотрудники ВДКанала до 3-х, почти до 4-х утра боролись с порывом. Мы не допустили, что порядка 30 домов, в том числе и социальные, значимые объекты наутро остались без холодной воды. Слава Богу, это не отопление, не котельное. Андрею Юрьевичу Воробьеву, нашему губернатору, спасибо им большое за поддержку. Он тоже включился в этот вопрос, и каждый час-полтора я ему доказывал, докладывал по ситуации. Его сотрудники с правительством области постоянно со мной были на связи и предлагали другим помощь. Отдельно глава прокомментировал ситуацию с котельной в НИИ игрушки, которую обслуживает управляющая компания «Лакокраска». Там сломался один из бойлеров, и люди оказались без тепла в пик морозов. Для скорейшего решения проблемы вновь пришлось обратиться в область. «Шесть дней недопустимое, халатное отношение от того, что жители просто находились без отопления. Шесть дней. Причину мы устранили, скажите, давайте честно, за пять часов. Какой бы котел мы не привезли, тем не менее правительство не отказалось и не отвернулось. Они помогли и продолжали с нами быть на связи». Глава призвал ресурсников и управляющей компанией не замалчивать проблемы, а оперативно ставить в известность власти. Еще одна проблема, которая генерирует много жалоб от населения, это низкая температура в доме номер 234 по проспекту Красной Армии в так называемом «Тысячнике». Новая блочно-модульная котельная хоть и работает на повышенных оборотах, но по-прежнему не додает тепла. Решено создать специальную комиссию, которая разработает пути решения проблемы. Екатерина Фурсова, Евгения Николаева, Вячеслав Шумов, ТВР-24.